здравствуйте друзья у нас вопрос интересный значит я постараюсь возможно ближе к тексту передать значит идея такая молодой человек собрался ехать в соединенные штаты у него есть какие-то видимо документы необходимые у него есть автомобиль куплены три года назад за 17 тысяч долларов ну пусть будет в москве точно не помню в российской федерации куплен был три года назад за 17 тысяч долларов дальше вот идет не совсем мне понятно значит такая история он говорит что сейчас три года спустя эта машина стоит если снова на доллары то что-нибудь там вот но в лучшем случае четыре с половиной тысячи и у меня как-то это не очень укладывать потому что вот если взять машину трехлетнюю и привести ее из соединенных штатов то на доллары я считаю это хорошая покупка слушайте если вы можете так но но я не понимаю может быть общий спрос в целом упал и никто не покупает и необъяснимо для меня чисто денежно я этого не понимаю но может быть ребята объяснят кто там на местности вот в принципе машина которая стоила 17000 ну хорошо за три года может быть она она да там у него пробег маленький в общем все замечательно в хорошем состоянии но пусть бы она стоила там не за 12 тысяч но почему она стоит три с половиной я не знаю в общем он говорит что если я не буду ее продавать возьму с собой вот в контейнер значит ее там упакую ну или как-то машина отправляет я я не знаю как это происходит сам хотя знаю есть люди которые отправляют и значит вот соответственно буду ездить на хорошей машине трехлетней хороший потому что там я такую за эти деньги не куплю что правда за четыре с половиной тысячи купить машину которая была новой хотя я например я начинаю думать а что это за машина такая которая новая стоила 17000 москве это после того как там таможенные сборы всякие пошлины там и так далее значит это сколько же такая машина стоила бы например соединенных штатах я не знаю там 13 тысяч 14 новая я думаю что что за новая машина которая стоит там 13 14 тысяч то есть ну то есть как-то мнение от него не очень понятно вот что это за новая машина которая три года назад стоила 17 тысяч я просто наш рынок более-менее представляю и судя вот по словам там разных людей по рассказам я понимаю что та машина которая здесь стоит я не знаю там подешевле там стоит подороже в силу разных вот там таможенных накруток поэтому если она стоила 17 то сколько же она здесь не знаю в общем еще одна непонятка которая для меня насчет в этой во всей истории но не суть безусловно он за четыре с половиной тысячи здесь трехлетнюю машину которая была новая сколько бы она раньше не стоила даже дешевенькую ты не купишь это это верно но есть цена упаковки как бы до этой машины и отправки и шанс что она не обязательно хорошо доедет там это тоже присутствует все эти риски ну ладно значит вот вопрос на который я пытаюсь ответить имеет ли смысл машину отправлять ой хороший вопрос во первых есть вещи которые просто считаются ну вот грубо говоря можно сесть и посчитать взять модель машины предполагая что ничего с ней делать не надо вот просто привез зарегистрировал и катайся себе можно просто посчитать на да сколько стоит перевозка сколько стоит реально такая машина обязательно ли ему именно такая машина и в общем я не знаю за четыре с половиной тысячи можно купить ну я не знаю вот у нас тут например можно купить не знавшую снега там какую тойоту там восьмилетнюю десятилетнюю там не из самых там дорогих но такого плана можно еще ездить несколько лет совершенно спокойно не знаю в общем я давно не покупал машину в этом самом диапазоне но я вижу что ребята покупают которые только приезжают вот я вижу что за четыре с половиной пять тысяч шесть тысяч они покупают вполне что-то адекватное такое что надежно тебя довезет и это может достаточно продолжительное время там не не чиниться принципиально как-то и так вот но помимо расчета значит есть еще или скажем так возможно еще какие-то осложнения связанные с тем что машина приехала из-за рубежа из какой страны это машина не дай бог она там с правым рулем там но я бы считаем что это не не ситуация но но вдруг значит дальше в калифорнии конкретно когда-то вот мы приехали 25 лет назад и калифорния была чуть ли не первым штатом где ввели вот эти коробочки очистные на выхлопную трубу туда и потом потихонечку на другие штаты распространилась такое ощущение что же практически если не везде то почти везде тоже такие коробочки требуется но я помню был человек который машину откуда-то привез он из германии привез это был дорогой такой какой-то там мерседес который здесь бы ему намного дороже вышел то есть у него так получалось что он он туда поехал он там три недели гулял по германии ездил на этой машине и потом сюда ее привез у него план такой был он заранее договорился там все дела с дилер шипом отправкой и направкой и единственное что у него тут была не то что неприятность но маленькая такая ситуация ему пришлось поставить вот эту коробочку чтобы машину зарегистрировать потому что без коробочки и не регистрировать 200 долларов 250 ему тогда стоило это коробочку установить вот собственно и все или может быть сама коробочка стоит 200 долларов еще там установить что-то стоило на дорогой машине так это и вопросов нет это не имеет никакого значения если машина недорогая тут уже начинаются какие-то другие другие рассуждения то есть 250 долларов плюс там может быть еще 250 на машине которые стоят 80 тысяч это одно на машине которая стоит четыре с половиной тысячи это уже 10 процентов там от ее цены тут еще осложнение в том что в каждом штате там свои могут быть какие-то закидоны которые надо заранее знать то есть если человек знает куда он едет то я бы на его месте кого-то там на месте нашел на 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 той территории есть дилеры которые отправляют машины то есть люди которые можно поговорить можно на форумах поискать наверное и то есть найти людей то это несложно то есть если которые знают хотя конечно гораздо чаще мы видим людей которые отсюда отправляют машины в страны бывшего ссср но это тоже зависит например от соотношения курсов валют вот я знаю у них есть моменты когда это выгодно моменты когда это перестает быть выгодно вот я знаю людей которые на этом зарабатывали в разные периоды зарабатывали иногда теряли там зависит значит не могу сказать если в этом смысл но безусловно заморочится он как следует и как долго машина будет идти мы не знаем но можем догадываться то есть явно она не прилетит с ним вместе там тем же рейсом а может идти какой-то малой скоростью там я не знаю через три месяца прийти может быть через три месяца может ему не нужна машина через три месяца ему раньше нужно поэтому конечно самый такой портативный способ перевозить что-то это деньги да значит тем более их можно электронно как там переводить я не знаю не занимаюсь переводами денежными знаю что это иногда бывает проблемно но во всяком случае с деньгами проще чем с тем самым с автомобилем который надо упаковывать с которым может по дороге что-то случится который надо будет оформлять еще неизвестно как оформлять и яд я так точно не скажу как потому что я не не занимаюсь регистрация автомобиля и так далее да то есть я так думаю думаю по ходу дела и склоняюсь к тому что я бы не стал честно вот не стал бы этим заниматься то есть как бы экономия даже если человек сэкономил там тысячу долларов например но я не знаю стоили стоили хлопоты вот там тысячи долларов кроме того я до сих пор не понимаю почему машина за три года потеряла значит там такую значительную часть своей цены то есть из 17 тысяч оказаться четыре с половиной у меня не укладывается я я не понимаю в долларах же мы же не говорим там в рублях или в чем-то но но может быть туда объяснить не понимаю то есть если можно продать там подороже так может может она так и надо сделать вот такое такое рассуждение но в целом я не столько может быть пытался ответить на конкретный вопрос вести не вести сколько поговорить на тему о том с чем связаны перевозки автомобилей в соединенные штаты значит еще раз я резюмирую вот в каком плане когда вы видите машины которые люди везут там как правило они везут что-то довольно дорогое экзотическое стоящее больших денег дешевые машины никто не везет я такого не видел тем более бывшие употребления и так далее представьте такого не могу тут еще следующий момент ведь кто будет обслуживать эту машину вот допустим ремонт какой-то потом она же на гарантийном еще обслуживание да там три года все автомобилю значит и куда теперь с ним с этим автомобилем то еще раз там не было какая-то марка или тойота или там я не знаю там honda или может быть европейская какая-то может быть здесь нет таких дилершипов или мастерских которые по гарантии с ними работают может быть она должна была быть сделана специально для американского рынка чтобы ее можно где-то было поставить обслужить там и так далее может быть там какие-то детали которых есть которые для одного рынка которых просто нет на другом рынке я не знаю я просто вижу иногда вот когда в европе мы бываем я вижу американские автомобили ну там ford конкретно ford которых нет соединенных штатов я я их тут не вижу они там немецкой сборки может быть или там еще какой-то но я сомневаюсь что удастся вот такой ford если при притащить его в америку там из европы я сомневаюсь что вообще удастся его где-то обслужить с точки зрения вот запчастей для него там и так далее то есть это может быть столько головной боли что если нет специфически точного знания что к чему то я бы я бы лучше не рисковал честно вот то есть когда людей много денег когда они это не ради экономии а ради фана в конце концов там будет им дороже так и будет им дороже и так далее это это одна история как бы люди тратят деньги там по забавить если речь об экономии то я я не вижу здесь экономии честно как бы как бы дороже не стало еще них не продаж потом кто ее купит то если ее обслуживать нельзя там нужно на дар не не починить ничего то как и кому же нужна такая машина в общем это сложно сложненько получается такое такое у меня пока рассуждение счастлива и до скорых встреч а